Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите национальное телевидение Чувашия и с вами вновь я, Екатерина Абрамова, с очередным выпуском программы «Спор для всех». Последние наши выпуски были посвящены преимущественно детям, страдающим ДЦП, которые при этом занимаются спортом. Сегодня же мы расскажем вам о людях с поражением опорно-двигательного аппарата более старшего возраста, ведь спорт доступен абсолютно каждому. С ДЦП можно бороться. Конечно, полностью заболевание устранить невозможно, но улучшить свое физическое состояние вполне реально. На собственном примере в этом убедилась Любовь Малова. Придя в спорт в седьмом классе, она поняла, что у нее не такие уж и ограниченные возможности. Потом Люба поступила в институт, родила ребенка и спорт на время пришлось оставить. Но сейчас Любовь вновь ежедневно посещает спортивный зал и уже на протяжении четырех лет принимает участие во всероссийских соревнованиях, метая копье и толкая ядро. Что меня привлекает в спорте? Это возможность достижения какой-то цели. И просто я поняла за те годы, что я не занималась, я поняла, что спорт, что моя профессия основная – это спорт. Заниматься им Любови нелегко. Ей приписан класс колясочников, хотя она и предпочла ходить самостоятельно. Но все же по всероссийской спортивной классификации ее допустили до таких дисциплин легкоатлетического спорта, как гонки на колясках, метание копья и толкание ядра. Гонки на колясках мне не интересны. То есть у меня не настолько сильный есть, чтобы гоняться. А вот копье ядро мне по силам. Пока личный рекорд Любови в метании копья 6,5 метров, а в толкании ядра около трех. Все это помогло ей стать обладателем первого взрослого разряда. И это только начало. Она стремится во что бы то ни стало выполнить норматив мастера спорта России. Но помимо достижения высоких спортивных показателей, есть у нее и другая цель. Почему я, Господь? Во-первых, мне тут нравится, и я хочу в будущем своим примером показать другим инвалидам, что не надо отчаиваться, что будучи, будучи, так скажем, в такой скуре, тоже можно жить полноценной жизнью. Конечно, жить полноценной жизнью ей помогает семья. Своего пятилетнего сынишку Колю она уже отправила в футбольную секцию. Вот, да, мне уверенность завтра, и мне также он помогает мне по здоровью. Как стала заниматься спортом, у меня в теории появилась уверенность, то есть я сейчас, если раньше я падала, то сейчас и да, по улице я вообще не падаю. То есть мы спирак леп и сзади весна на такой результат. Говоря о легкой атлетике, нельзя не вспомнить Паралимпийские игры 2012 года в Лондоне. Именно там на пьедестал почета впервые поднялась параспортсменка из Чувашии Елена Иванова. Вся Россия смотрела на выступления нашей легкоатлетки и ждала только победы. Елена оправдала все ожидания и стала обладательницей трех золотых медалей. Ощущения, конечно, были волнительные, как-никак, 80 тысяч человек было на трибуне. Волновалась, конечно, на первом старте. Но потом мне тренер говорил, чтобы не волноваться, не отвлекаться, только как, затачиваться на своем. Ну вот, я не отвлекалась и бежала просто, как меня учили. Я ждал только победы, больше ничего. Потому что она была способна, я посмотрел результаты, проанализировал и сказал, что она выиграет это все. И она выиграла. Те результаты, которые она показывала на сборах, мне давали основания верить в это абсолютно. Безусловно, любые соревнования – это неопределенность. Но то, что она делала и как она стабильно выступает, она очень надежный человек. Сама же Елена таких высоких результатов от себя не ожидала. Золото в беге на 200 метров, золото на 400 метров и победы в эстафете 4 по 100. Когда я ехала туда, я не ожидала, что я первым местом займу. Думала, что призас хотя бы. Когда первая золотая медаль была, конечно, гордость. Слезы прям были. Это очень хорошая, такая плодотворная работа была проведена. Я уже сказал, что она очень такой чистый человек, очень детерминированный, очень открытый, очень хорошее сердце, доброе, отзывчивое. И, наверное, она все благодаря этому тоже, так сказать, получила благословение небес. А все началось с 14-15 лет с физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Феникс» и далеко не с легкой атлетики. Сначала занималась шашками, дартсом, а потом мне пригласила подруга, Таня Саботаева, в легкую атлетику. Вот именно поучаствовала на первых соревнованиях, мне понравилось. В принципе, и решила заниматься легкой атлетикой. Ну, я вообще не знала про Паралимпийские игры, вообще не знала. Просто вначале занималась для себя, а потом уже узнала. У меня была цель попасть на Паралимпийские игры. И этой цели Елена достигла. А помогли ей в этом, конечно же, тренеры. Первый – Валерий Васильев, а после эстафету принял второй тренер Елены – Николай Романов. Именно он разработал программу, по которой и шла подготовка пары спортсменки. Мы работали совместно с ее первым тренером, Валерием Васильевым. Ну, программа была построена вся на моих разработках, и включая технику, эта техника, которая называется, она известна в мире, «Позный метод». Я занималась по особой методике, «Позный метод». А мой тренер, Романов Николай Степанович, он создал эту методику. Мне очень, наверное, методика помогла. Как в результатах, так и травм меньше было гораздо. Вообще не было травм после этой методики. Второй тренер Елена Николай Романов живет в Америке. Но на протяжении семи лет по-прежнему тренирует свою подопечную. Мы постоянно с ней общаемся. Пока она была беременна, я ее консультировал. Я сам отец четверых детей. Моя жена и я, мы ее консультировали, как пойти через беременность. Я у меня один из лучших врачей в России, который занимается акушерством, так сказать. Это мой персональный друг, профессор Драмберов Геннадий. Я ему сразу позвонил, сказал, возьмешь шестер на мне. Сыну Елены уже 10 месяцев. И молодая мама вновь вернулась в спорт. Она уже возобновила тренировки, ведь следующие соревнования чемпионата России уже не за горами. Посторождение ребенка, конечно, тяжело. Я вышла на тренировки первый раз на улице. Вообще тяжеловато было. Но сейчас постепенно я уже прихожу в форму. Первый старт у меня будет в марте месяце в Саранске. Сейчас мы начали готовиться уже после вот этого периода, связанного с рождением ребенка. Идет восстановительный период и подготовка Крио. Здесь наши планы. Крио Де Жанейро. 2016 год. То есть опять планы? Да, конечно. Она хочет. И я сказал, что я буду помогать ей, безусловно. Работа предстоит большая. Ведь не каждый может попасть на Паралимпиаду второй раз. Для начала Елене предстоит пройти все круги отбора, где каждый будет усиленно бороться за выход в финал. Но тренер уже разработал программу, которой должна придерживаться спортсменка для полного восстановления. Тренировки у нас уже разработаны давно. У нас там нет особых изменений. Она сейчас просто входит. Она в режиме восстановления работает сейчас. Программу она знает очень хорошо. Я сейчас приезжаю, восстанавливаю ей технику. Мы с ней встречались в Кисловодске в октябре месяце. Сейчас я здесь еще один. Этап восстановления делаю ей. Потом она приедет ко мне. Я живу в Майами, она приедет ко мне. Мы с ней там еще поработаем. Задача, чтобы к лету на чемпионат мира в октябре. А летом будет чемпионат России. И там международные какие-то соревнования. Но они проходящие, так сказать. Это неважно. В основном я готовлю ее сейчас к этому чемпионату мира. У Елены все получится. С такой поддержкой можно и горы свернуть. Федеральная программа «Доступная среда» дала возможность обществу по-другому взглянуть на проблемы инвалидов. В Чубаксарах прошла первая межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная реабилитации, интеграции людей с ограниченными возможностями. О том, что окружающая среда должна стать доступной для людей, имеющих инвалидность, говорили давно. Но только с принятием этой федеральной программы дело сдвинулось с мертвой точки. Равные возможности не на словах, а на деле. Таков главный постулат программы «Доступная среда». Благодаря ей инвалиды почувствовали поддержку государства в своем жизнеобеспечении. У каждого региона свой набранный опыт в реабилитации. Но готовые методики не должны быть принадлежностью только одной группы лиц. Чем больше людей о них узнают, тем больше помощи получают больные люди. Люди с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время должны быть в полном объеме интегрированы в наше общество, чтобы ничто не являлось препятствием для реализации их возможностей при получении образования, при доступе к объектам культуры, объектам здравоохранения, социального обслуживания населения, при занятии физкультурой и спортом. На конференции было представлено около 40 работ в сфере поддержки инвалидов. В Чувашию приехали специалисты из Республики Мариэл, Нижнего Новгорода и других городов. Так Мария Курникова рассказала о системе обучения плаванию детей и подростков с инвалидностью, которая работает в Нижнем Новгороде уже в течение двух лет. В планах открытие секции конного спорта, спортивных игр и легкой атлетики для не очень здоровых ребят. Первым нашим постулатом было то, чтобы мы не навредили ни в коем случае детям и подросткам, которые будут заниматься у нас в секциях. И программы были разработаны нашим научно-педагогическим коллективом. Подобные программы реализуются и в Чебоксарах. Более того, есть спортивно-адаптивная школа, в которой люди с ограниченными возможностями занимаются не только лечебной физкультурой, но и спортом высших достижений. Воспитанники этой школы достойно выступают на различных всероссийских и международных соревнованиях. В Чувашии ежегодно проводятся для них спортивные фестивали. В них принимают участие как начинающие спортсмены, так и мастера. Пока в Чувашии физической культурой и спортом занимается около 6% инвалидов, но их число растет с каждым годом. И в фестивале участвует все больше людей с поражением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Вы, несмотря на определенные физические ограничения, показываете всем тем, кто живет на этой земле, как нужно любить себя, как нужно стремиться, стараться и побеждать все трудности, которые есть в реальной жизни. В программу фестиваля вошли самые распространенные виды адаптивного спорта, практикующиеся в Чувашии. Настольный теннис, армспорт, шашки, шахматы и, конечно же, дартс. Возраст участников тоже разный. Самым юным 10 лет, а есть и намного старше. Анатолию Тихонову уже 63 года, и любовь к русским шашкам до сих пор не прошла. Приезжал трижды даже на эти соревнования по шашкам, русским шашкам. Раньше болел, а сейчас прекрасно, как спортсмен, чувствую себя. Пришли на фестиваль и наши знаменитые пары бадминтонисты Юрий Степанов и Алексей Попов. Правда, соревноваться им пришлось не в своем виде спорта. Больше повезло Антонине Медоян, занимающейся дартсом около 10 лет. В сентябре этого года на чемпионате России ей удалось выполнить норматив мастера спорта. Для меня это очень хороший вид. И друзей очень много нашла для себя. Ну, это мое все. Так что я прихожу и отдыхаю. Большинство воспитанников спортивно-адаптивных школ занимаются физкультурой в целях реабилитации. Но, сами того не замечая, некоторые из них переходят в спорт высших достижений. Поэтому участие в фестивале, возможно, для кого-то стало маленьким шагом в большое будущее. Они сделали свой выбор в пользу спорта, несмотря на ограниченные физические возможности. А в пользу какого вида спорта вовсе не важно. Важно то, что регулярные занятия физической культурой благоприятно сказываются на организме. Поэтому приходите в различные физкультурно-оздоровительные комплексы, посещайте бассейны, спортзалы. И помните, что спорт доступен каждому. И он действительно для всех. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ